Постоянные представители государств-членов Евросоюза подтвердили договоренность о продлении льготной торговли с Украиной еще на год, но с ограничениями для сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Договоренность предусматривает, что при остановлении действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС будет продлен до 5 июня 2025 года. В то же время содержат два механизма для защиты рынка Евросоюза. Первый. Усиленная версия уже имеющихся ограничений, которая будет применяться на основе регулярного мониторинга Европейской комиссии. Второй. Обяжет Еврокомиссию снова ввести тарифные квоты на импорт из Украины мясо птицы, яиц, сахара, а также овса, кукурузы, круп и меда. Но если он превысит среднее арифметическое значение объемов, импортируемых во втором полугодии 2021, 2022 и 2023 годов. Для того, чтобы разобраться в ситуации, присоединяем к нашему эфиру экономиста, финансиста, банкира, ректора Международного института бизнеса Александра Савченко. Александр Владимирович, приветствую. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, понятным языком объясните, пожалуйста, что должно измениться, по сути, в вопросе экспорта продукции из Украины в Европейский Союз? Ну, в принципе, очень мало что изменится, просто дополнительные будут ограничения на количественные показатели по экспорту тех товаров, которые вы перечислили. Например, если наш экспорт меда превысит среднее арифметическое за два с половиной года последнее, то через 14 дней этот экспорт будет приостановлен или там будет пошлина ограничительная по этому товару. Но, скорее всего, просто продукцию надо будет перестать поставлять в Евросоюз. Ну, это сделано по требованию, по сути, Польши. Все страны спокойно относились к таким новым возможностям Украины, которые еще до вступления нашей страны в Евросоюз давали возможность нашим экспортерам, без проблем поставлять свою продукцию в страны Евросоюза. То есть, все по другим продуктам так и осталось, ну, кроме вот этих ключевых товаров, которые вы назвали. Я хочу... Реальные те цифры, которые сейчас представлены. Прошу прощения, что перебил. Ну, это отвечает тем объемам, которые Украина способна поставлять, способна экспортировать? Или это в значительной степени ограничит нас? Это ограничит. Ну, по разным товарам, по-разному. Ну, конечно, курятины мы могли больше поставлять, меда мы могли бы больше поставлять. Вот. Но, так скажу, что в количественном измерении, то есть, это не большая проблема для экспорта Украины в целом. То есть, речь идет не о миллиардах долларов, так, а о десятках миллионов долларов. Но нам каждый доллар сейчас ценен. Вот. А с другой стороны, смотрите, мы сейчас имеем очень напряженные отношения экономические и торговые с Польшей. Да, и именно Польша затеяла вот этот сыр-бор. Более того, она через протестные движения фермеров, водителей, ну, нанесла ущерб и Евросоюзу, потому что перекрывали дороги не только границы с Украиной, но и с другими странами Евросоюза. И Евросоюз выбрал меньшее зло и решил пойти навстречу частично полякам. И я думаю, нам не надо делать из этого трагедию, что нас предали. Нет, это компромисс. Мы легко можем наверстать упущенное на других рынках. И я надеюсь, что после того, как закончится война и мы станем полноправным членом Евросоюза, никаких исключений не будет. Хотя на какой-то период времени они могут быть. Это предусмотрено в механизмах Евросоюза. Чтобы выигрывали все, а не какая-то одна страна. Второе, что должны понимать наши зрители, что производительность труда в сельском хозяйстве в Украине уже по многим отраслям, по зерновым, по курятине, по яйцам, значительно выше, чем в Европе. Значительно выше. Здесь сказывается эффект масштаба. У нас более крупнотоварное производство и новой техники. То есть наши заводы строились позже. Они более современные, чем старые европейские. Не говоря уже про польские мелкотоварные хозяйства. Они с нами конкуренцию не выдержат. И поэтому уже полякам, особенно правительству, Туску надо задумываться над тем, чтобы профилировать бизнес фермеров Польши. Да какие-то более, знаете, такие наукоемкие товары с доданной вартостью, с дополнительной стоимостью. Иначе они будут уступать постоянно и проигрывать в экономическом соревновании. Но, с одной стороны, видите, это проблема. С другой стороны, очень хорошо, что наш бизнес успешно продвигается вперед. И остановить его будет очень тяжело. Вы сказали, консенсусное решение. То есть этот вопрос обсуждался с украинской стороной непосредственно. Правильно понимаю? Да, конечно. Конечно, мы вынуждены были пойти на уступки, потому что от Евросоюза... Вот смотрите, мы, допустим, ну, приблизительно потеряем от этих ограничений в целом, как страна, ну, где-то миллионов 20-30 долларов. Но от Евросоюза мы только экономической помощи получим за... Ну, получаем где-то 10 миллиардов, не миллионов, а миллиардов в год. Кроме того, поставки оружия там еще больше, чем на 5 миллиардов. То есть выигрыш нас от сотрудничества с Евросоюзом намного больше превышает наши небольшие потери в этом вопросе. Речь идет о поставках, ну, например, кукурузы, круп. Все речь идет именно о сырье, да, непосредственно? То есть кукурузы в виде вот буквально там тех же зерен. А если это уже переработанная продукция? Если это уже готовая продукция? Частично переработанная. Ведь, допустим, яйца, курятина – это продукция с добавленной стоимостью. Это переработанная продукция. И крупа – это уже частично переработанная продукция. Да, добавленная стоимость там небольшая, но она есть. И качество нашей крупы значительно лучше. У нас есть поставки и экопродукции. Мы здесь начинаем завоевывать рынки и специализироваться на экологически чистой продукции. И, ну, таким образом, я думаю, Евросоюзу мы даем просто время подготовиться. Ну, например, если Евросоюз видит такие большие поставки, потенциальные поставки качественной продукции на свой рынок, Каждая страна будет переориентировать аналогичный бизнес на другой. Допустим, фермеры будут производить не крупы больше, а макароны, допустим, со своего зерна. И так далее. То есть, вот здесь наскоком не возьмешь. И поэтому я считаю, что адаптивный период должен быть. И мы должны с пониманием относиться к лидерам этих стран, которые якобы ограничивают наш потенциал. И еще нужно учитывать политический фактор. Мы же знаем, что в Европе выборы. Этот год выборный. И евродепутаты будут новые, и выборы будут во многих странах. И, конечно, лидеры этих стран, учитывая вот этот электоральный цикл, идут на, может быть, даже дополнительные ограничения нашего потенциала. Хотя вот уже в Польше выборы практически закончились. И я думаю, что поляки, ТУСК, особенно эта партия, уже не будет так настойчиво требовать новых ограничений каких-то на украинский бизнес в Евросоюзе. Ну, гадать не приходится, мы скоро увидим или не увидим эти требования. В любом случае, поскольку значительная часть этих требований касалась все-таки предъявленных Польшей ограничений или просьб об ограничении на украинскую продукцию, касаются ли эти ограничения транзита или только экспорта? Нет, транзита они не касаются. По сути, Евросоюз твердо придерживается правил, что транзит это святое, что блокировать продукцию, которая транзитом идет через Польшу или через любую другую страну, нельзя. И это тоже очень хорошо. Почему? Потому что очень большую конкуренцию перевозчикам сельхозпродукции и не только, и любой другой продукции уже большую конкуренцию оказывают наши перевозчики. И вот эти протесты поляков, они связаны с тем, чтобы выбить из бизнеса наших водителей, наш частный бизнес в сфере транспорта, автомобильного в первую очередь, вот, но я думаю, здесь и Туск обещал, что после выборов порядок будет наведенный, а пока на трех пропускных пунктах мы имеем большие-большие проблемы. И мне кажется, вот, в первую очередь, вот эти блокировки направлены на уже транспортный бизнес Украины. Хотя и у нас есть проблемы, конечно, давайте честно говорить, с этими Е-очередями, да, там есть коррупционные моменты, где местная власть вместе с таможенниками, полицией, да, пропускает без очереди за небольшие комиссионные, ну, процентов 20-30 иногда говорят и 40 процентов из этих очередей. И это, конечно, не нравится нашим польским партнерам и другим. И вот здесь нам надо показать класс, навести порядок, чтобы мы работали безупречно. Как говорят, жена Цезаря вне подозрений. Мы должны быть тут святее Папы Римского, чтобы упредить возможные обвинения украинской стороны, чтобы, ну, показать, что мы играем по правилам, честно играем, да, и требуем, чтобы с нами считались и играли тоже по правилам, а не вне правил. Вот здесь есть такие моменты. Кроме того, смотрите, нам надо пойти, мы уже в вашей передаче говорили, да, для наших перевозчиков грузов, создать человеческие условия, да, сделать специальные такие зоны, где наши водители могут отдыхать, перекусить, помыться. За рубежом это бесплатно, да, но у нас хотя бы за символические деньги могли бы сделать. Через каждые 100-200 километров такие пункты большие, глобальные должны быть. Тогда тем самым мы говорим, видите, мы создаем условия и нашим, и вашим водителям. Пользуйтесь, да, в честной конкурентной борьбе. Вот кто победит, кто предложит меньший тариф, большую скорость, ну, те и будут перевозчики доминировать. Вот эти два момента нам надо учесть, да. Я верю, что нас смотрят и представители нашего правительства, и местные власти, и наведут вот здесь порядок, да, чтобы нас не в чем было упрекнуть вообще. Да, ряд вопросов не просто достаточно важны для решения, они необходимы для решения, этим будут заниматься. Ну и плюс четкие правила, действия по которым можно рассчитывать на то, что экспорт украинской продукции будет наконец-то абсолютно безпрепятственно налажен. Александр Владимирович, спасибо большое. Александр Савченко, экономист, финансист, банкир, ректор Международного института бизнеса, присоединялся к нашему эфиру. Субтитры подогнал «Симон»